Клавдия Ивановна, очень приятно, что я с вами познакомилась, и вы в войну вы работали, да? А как же я не работала? Как же я не могла? 84 года уже. Стой, стой, бабулечка, стой, стой. Сейчас 85-й уже идет. А немец где был здесь? В Москве, да, немец? Немец был в Алабине, немец был в Рассудове. Я в Рассудове еще жила. В Рассудове заказала немец, да? Вот. Ну и здесь побывал. А как же? Ага. Ну, все равно Москва же оборонялась. А у меня свекор на лошади ездил. Ага. Вот. И он в колхозе работал. В колхозе. Ага. Вот. Ну, а что с ним делать? Сбросить его в яму этого немца. Слушайте, а это... У вас награды-то есть какие-нибудь? Награды? Че-че? Награды? Медали? Награды? У меня награды от работы. От работы, да? На хлебозаводе работала. Тяжелая работа работала. Ага. Ну, и физическая вся была работа. Ну, конечно, хлеб выпекали. Ведь и для фронта хлеб выпекала. Выпекала, и больным выпекала, и здоровым выпекала. Угу. В Рассудово много погибло ребят-то? Немец когда был, ребят... Там же... Там бои были в Рассудово? Бои? Бои! Какие там бои? Бои. Ну, немцы... Они как шакалы были. Немцы, да? Их возили на лошади. У меня свекор работал в колхозе. Вот они к нему сядут на полоску и поехали. И поехали, да? Да. Вот немцы, да. Ну, вы тут уже... О, какие были. Всю жизнь прожили ведь здесь, да? Я в Рассудово жила, потом здесь. Потом здесь. Два месяца у меня. Два дома. А родственники у вас еще тоже воевали? Кто-то уходили там, братья, наверное, какие-то вот, да? Бабочка не слышит немножко. Никто их не почитал, этих немцев. Ага. Все. Ну, вот, правда, и они побыли, побыли. До Нарофоменска дошли, и все. И до свидания. До Нарофоменска они все-таки доходили, да? Да, да. Ничего себе. До Нарофоменска дошли. Дошли. Я каждый день хожу мимо одного магазина и вижу удивительную старушку. Ну, встречаемся с ней все время, каждый раз. Вот. Ну, я никогда с ней не разговаривала. Сегодня опять зашла в магазин, я ее встретила. Ну, так заговорили. Ее зовут Клавдия Ивановна. Ей уже далеко за 80 лет. Вот. И она так рассказала мне немножко. Ну, о чем хочу сказать. Вот такая вот бабушка интересная. Я поняла, что она живет одна. И я сегодня набралась смелости. Я хотела купить ей продукты. И я сегодня, так знаете, немножко набралась смелости, увидев эту бабушку, Клавдию Ивановну, в магазине. Я думаю, дай-ка я ей куплю продукты. Такие, знаете, бюджетные. Думаю, возьму там макароны, там вермишель, может хлеб, молоко, там. Ну, что-то такое. Вот. Но она тактично отказалась. Не стала брать от меня помощь. Купила она три мороженая. Вот. Мороженое, говорит, ем каждый день. Мне, говорит, не надо. Ни картошки, ни мяса, ни супа, ни каши. Я, говорит, ем мороженое, и я сытая. Но я думаю, куплю бабульке продуктов. Вот. Ну, не получилось мне купить. Но я думаю, что я это сделаю в другой раз, потому что я уже с ней поближе познакомилась. И в следующий раз я ее увижу в магазине. Я прям наберу продуктов и отдам ей этот пакет. Вот. Я немножечко с ней заговорила. Видео получилось совсем коротенькое. Так как у меня внезапно села батарея, и она не договорила. Ну, так многое немножко о своей жизни мне рассказала. Вот. Как она жила, как она работала. Бабулька такая скромненькая, стесняется камеры с палочкой. И ножки у нее устают. Поэтому получилось немножечко снять о ней, об этой Клавде Ивановне. Она живет здесь. Всю жизнь прожила. Ну, и родила здесь. И, так сказать, говорит, я доживаю свой век. То есть она просто мне сказала, что она тоже помогала фронту. Работала, работала на пекарне. Выпекали хлеб для фронта. Выпекали хлеб для Москвы. Вот. Для... Ну, в общем, хлеб она выпекала. Работали сутками. Без выходных, без проходных. Там, ну, спали прямо на... Там, около хлебопекарни. Вот. Я у нее спросила про награды. Она сказала, у меня наград никаких нету. Даже как дружнику тыла ей ничего не присвоили. Ну, я вот не знаю. Вот это вот... Как это сказать? Наше правительство, наше государство. Я, конечно, спросила у нее разрешение. Говорю, можно я вас сниму на видео. Она ничего не понимает, что такое видео. Вот. Она думала, что я ее просто фотографирую. Ну, так мялась. Ну, и ноги больные у нее были. Ну, такая душевная бабулька. Такая, видно, что одинокая. Вот. Наверное, очень скромная пенсия. Очень скромная пенсия. Конечно, спрашивать не стала. Некрасиво. И чтобы ее не спугнуть. Но я для себя... Для себя я поставила такую, как сказать, цель. Ну, я сделаю то, что я задумала. Я все равно встречусь с ней. И пока она там в магазине вошкается, скажем так, да, что-то выбирает. Очередное мороженое. Я быстро-быстро наберу ей продуктов. Вот все куплю ей. И масло возьму, молока, сметаны. Макарон возьму, хлеба возьму ей. Конфет возьму ей. Пусть это будут карамельки. Пусть это будет недорогое печенье. Чай куплю ей. Чтобы бабушка почувствовала, ну, вот, такую вот заботу от постороннего человека. Я думаю, что она не откажется. Она примет от меня такой подарок. Потому что такие люди, они уходят каждый день. Их уже очень осталось мало. Очень мало осталось. Ну, что сказать. Ей, ну, прошла она многое. Видела многое. Многие у нее погибли, родственники. Вот. И поэтому я считаю, так сказать, не то, что там своим долгом, там, или каким-то красивым жестом. Но то, что в моей жизни повстречалась эта бабулька, я думаю, что от меня не убудет. И я какую-то помощь свою, ну, как другое поколение уже, да, которое нам, которое нам дала жизнь. Эта бабушка, можно так сказать, образно, да, я все-таки ее отблагодарю вот этим. Мне просто как-то, ну, не то, что обидно, а непонятно, почему вот такая вот женщина, и таких, я думаю, много бабулечек и старичков, которые просто были тружениками тыла, и они нигде не отмечены, у них ничего нет. Хотя она говорит, что здоровье все оставила, вот, когда вот была война, и работали, работали, валились с ног, выпекали хлеб для фронта, можно сказать. И все-таки то, что я задумала, все-таки моя мечта исполнится. Я бабульке куплю продуктов. И, ну, помогу этой женщине. Вот все, чем могу, тем помогу. Она у нас такая в районе, где я живу, скорее всего, одна. Ну, так как она еще ходит с палочкой, может быть, еще какие-то есть старички. Но я вот по возможности буду брать шефство над этой бабушкой. Если я буду ее видеть, если я ее буду где встречать, то я буду ей помогать. Вот такие дела.